МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы на Думской ТВ. Продолжаем работать в прямом эфире. Сегодня в Верховной Раде подавали законопроект о реинтеграции Донбасса. Очень неспокойно было в стенах Верховной Рады. И блокировали трибуну, и собирались главы фракции с Андреем Порубьем на дальнейшее рассмотрение этого вопроса. Что много вызвало протестов, будем разбираться прямо сейчас в этом вопросе. В гостях у нас Виталий Кожухар, представитель самообороны Одессы. Здравствуйте, Виталий. Приветствую вас. Напоминаю, что у нас работает голосование. Приурочено оно событием вчерашним, а именно покушением на замглавы Одесского областного совета. Еще об этом тоже поговорим. Голосование звучит следующим образом. Покушение на замглавы облсовета – это три варианта ответа. Политическое противостояние, бизнес-разборки или халатность. Оставляйте ваш вариант. Очень скоро подведем итог. Вас очень быстро поинтересуемся. Что это было, как вам кажется? Я думаю, вряд ли политический. Я не видел особо активной его политической платформы. Здесь так отставлены или оппозиции, или наоборот. Провластных каких-то интересов. Бизнес. Я думаю, что, скорее всего, бизнес. Мне сложно сказать. Стреляли из мелкашки. Это, в общем-то, пистолет, которым пользуются киллеры. Он тихий и достаточно точно стреляет. Виталий, давайте сразу посмотрим сюжет о главном содержании этого законопроекта о реинтеграции Донбасса. И вернемся, подробно обсудим. Покажите, пожалуйста. Законопроект о реинтеграции Донбасса, поданный накануне президентом на рассмотрение в Верховную Раду, наделал в парламенте шуму. Противостояние обозначилось как неизбежное после того, как документ одобрил профильный комитет по вопросам нацбезопасности и обороны. Проект был рекомендован к рассмотрению нардепами с оговоркой, что ко второму чтению будут наработаны поправки к статье, касающейся минских соглашений. При этом президентский законопроект станет основой будущего закона. Его суть сводится к тому, чтобы признать Россию страной-агрессором, а минские соглашения приоритетом при проведении мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины. Законопроект закрепляет тезис о том, что Кремль грубо и цинично нарушает минские договоренности. Также в документе идет речь о том, что присутствие на Донбассе кадровых российских военных и техническая помощь Москвы боевикам, пусть и в завуалированной форме, не наделяет Кремль никакими территориальными правами. Документам предлагается также закрепить на оккупированной территории порядок обеспечения прав и свобод граждан, действующий в соответствии с международными нормами. При этом Украина не может нести ответственности за действия агрессора на неподконтрольной Киеву территории. Дав зеленый свет проекту закона о реинтеграции Донбасса, профильный комитет отправил на доработку президентский же законопроект, которым продлевается действие закона об особом порядке местного самоуправления на оккупированной территории. 5 октября президент Петр Порошенко пришел в парламент, чтобы убедить нардепов принять реинтеграционный законопроект. Но необходимого количества голосов документ так и не набрал. Избранники не смогли прийти к общему знаменателю относительно того, как позиционировать минские соглашения, как механизм для урегулирования украинной ситуации на Донбассе или как договоренности, учитывающие лишь интересы оккупанта. На втором варианте, в частности, настаивают фракции «Самопомощи и свободы». Да. Ну что, Виталий, скажите, что вас, возможно, не устраивает? Вы знаете, два законопроекта очень нужных. Один был от «Самопомощи», другой от президентской фракции, от «Самопрезидента». В общем, два законопроекта разных, но об одном и том же. Я бы сказал, я поверхностно несколько изучил эти два законопроекта, что я скажу, что и в одном и в другом есть положительные плюсы и минусы. Скажем, если взять законопроект от президента, то седьмая статья, которая закрепляет минские договоренности, это, конечно, отрицательная часть. Почему? Потому что там сразу мы законом легиметизируем Захарченко, ЛНР и ДНР, потому что они поставили подпись под минскими соглашениями. Это категорически делать нельзя. И это первое. Потом там будет каждый понимать по-своему, как выполнять минские соглашения. Если мы хотим, чтобы сначала была очищенная территория от иностранных войск и везде поставлен контроль и на границе тоже, а потом уже проводить выборы, то та сторона считает, что надо сначала проводить выборы, а потом только этого. То есть это будет спор. А мы законом им даем в руки этот козырь. Это делать нельзя. Это надо статью однозначно… То есть конкретно седьмая статья – это то, что… Это одна из статьй, да. Одна из этого. Они очень хорошо прописали, как будет действовать, допустим, взаимодействие на этой территории военных частей, как будет взаимодействие спецслужбы с военными частями, это все прописывается очень детально и очень хорошо. Но там плохо, допустим, прописывается и нет понятия, как в законопроекте от самопомощи дается оценка юридическая к каждому статусу. Там вот есть новый юридический термин, где закрепляется именно то, что сейчас происходит. Потом статус Донбасса и Крыма приравнен, что очень важно, понимаете. В законопроекте, который подал Петр Порошенко, не упоминается о Крыме вообще? Да, там вообще нет упоминания о Крыме. Я не понимаю, как это может быть, если и там, и там. Мы все считаем, что это захваченные территории. Потом очень четко прописан в законопроекте у самопомощи о том, как будет после деоккупация, как будет постепенно реинтегрироваться эта территория в состав Украины. Как там будет создаваться отдельные управляющие там какие-то части. Местное самоуправление. Да, как оно будет себя вести. Это все прописано очень детально и правильно. Видно, что четко. На мой взгляд, я думаю, что правильное было эти два проекта отдать над работу, сделать один законопроект. Во-первых, политически было правильно, потому что законопроект тогда проголосовало бы больше людей, если это был объединяющий законопроект. Просто дело в том, что их политические амбиции мешают это сделать. Слушайте, объясните на пальцах. В чем предмет спора сегодня, такого агрессивного? Мы видим, блокируются трибуны. Я думаю, из седьмой статьи в законопроекты от Порошенко. Там, где идет конкретно ссылка на минские договоренности и где будет узаконено выполнение полностью минских договоренностей. Дело в том, что Киев думает, что он самый хитрый, и он загоняет Россию в такую так называемую пастку. Вот что сначала будет установлена наша граница, а потом только будет. С той стороны будет по-другому сказать. Минские соглашения совершенно по-другому трактуют. Так что мы сами можем попасть в этот капкан. Почему, по-вашему, не получилось, собственно, доработать один из двух законопроектов, сделать один, но хороший? Почему не пошли? Это как бы нормально, когда каждый подает свой законопроект. Понятно, что у каждого свое видение. Но как только выявляются, допустим, слабые стороны в каждом законопроекте, государевы люди садятся, продумывают и думают о будущем государства. Что будет лучше для государства? То есть сегодня решается вопрос будущего государства? Я думаю, что да. Часть нашей территории обязательно. Это продумывается, причем наперед, лет на 20, как минимум. И как будет реинтегрироваться в нашу территорию? Как там будет возвращаться? Как будут тратиться деньги? Как будет статус людей, которые там воюют? Потом статус людей, которые там были против нас. Это все надо четко продумать, чтобы потом мы на этом не спотыкались. И если не главное, чья подпись стоит под законом, понимаете, и потом бромировать на выборах, что я этот законопроект продвинул, а думать о будущей нашей страны, то, конечно, они быстро бы нашли и количество голосов, которые бы потом поддержали бы этот законопроект. И польза от этого законопроекта была гораздо больше. Виталий, и все-таки, если, пофантазируем, представим себе, если седьмую статью этого законопроекта убирает или ее делают более правильной на общий суд, как поменяется ситуация? Что произойдет главное? Я думаю, что там сейчас будут опять начнутся торги политические, чтобы все равно не хотеть взять за основу законопроекта Порошенко. Я считаю, что надо брать за основу самопомощь и усилить теми статьями, которые есть, где прописана военная часть, конкретно со стороны закона, который представил Порошенко. Что будет? Будет постоянно вот этот торг, пока они, допустим, скоро будут принимать бюджет, они будут на этом торговаться. Слушайте, там даже терминология еще толком не проработана, что тоже может стать причиной массы манипуляций, как это происходит. Я думаю, что там еще будет, они все равно ставят законопроект основу как Порошенко и будут добивать остальными статьями, может быть, брать из этого языка. А сколько на это понадобится времени? Ну, это все зависит от их изговорчивости. Я не знаю, сколько. Нас любят принимать законы, а потом их дорабатывать еще в течение нескольких лет. И получается через пенька вода. Когда есть какие-то маленькие лазейки в законах, их всегда чиновники используют, причем не для пользы нашего государства. Почему это так важно для каждого из нас сегодня? То, что происходит в Раде и то, что фактически за каждое слово ведется борьба? Потому что мы проливаем кровь сейчас за наше государство. И весь народ от этого страдает. Это так и есть. И поэтому очень важно, чтобы они понимали это тоже, что мы не за них. Да, очень хочется, чтобы закончилось. Но закончилось не лишь бы закончилось, а закончилось все-таки с пользой для нашего государства. Потом исправить нельзя будет, понимаете? Бывает ситуация, в которой исправить нельзя. Или исправить через сто лет. Спасибо вам, Виталий. Виталий Кожухарь, представитель самообороны Одессы, был у нас в гостях. Обсуждали реинтеграцию Донбасса, именно законопроект, который подал Петр Порошенко. Сейчас перерываемся на новости. После новостей. Буквально секунду. Вадим Денисенко у нас на телефонной связи. Народный депутат. Вадим, приветствуем вас. Добрый вечер. Ну вот пытаемся понять, что сегодня происходило в Верховной Раде. Снова блокировали трибуну. Действительно важное событие происходит. Этот закон, обсуждение. К чему-то пришли уже? Или, в общем-то, еще нужно много работать? Ну, на жаль, в принципе, сьогодні ряд політичных сил заблокували трибуну. Не буду перечисляти их. Я думаю, что все, так я хочу знать, кто эти люди. И тут хотелось бы сказать только две важные вещи. Первая вещь. Закон, на яком была заблокована трибуна, предмечает то, что Россию вознают страны агрессивны. Другая часть того, что я хотел бы сказать. Эти люди апеллюют на то, что мы вписываем это языком в Минские угоды. Хотел бы сказать, что эти же самые люди, когда они находятся в парламентской особенной Ради Европы, когда они находятся в Евросоюзе, когда они находятся в других европейских органах, и когда они голосуют за те или иные документы, связанные с Украиной, в этих документах черно-билому прописано, что там все эти документы базуются на Минских угодах. И тут просто мы бачим, как люди в зовнишнем области, они имеют одну риторику, в середине страны они имеют другую риторику. И третий, очень важный момент, Андрей Поробий, закрывающий сегодняшнюю сессию, сказал, что у него в кабинете были переговоры, и было договорено, что давайте мы заберемо все Минские угоды, из слова про Минские угоды, заберемо из всего текста этого законопроекта. И было, как бы, то договорено в его кабинете про то, что после этого мы продолжим голосовать. Но эти люди не захотели расследовать сегодня этот законопроект. Только по одной причине, потому что им нужна была картинка, и они очень хотели, чтобы сегодня в парламенте произошла бийка. На счастье, ее не произошло. Если ведутся торги, то что и кто хочет выторговать? И если вы говорите, создается картинка, то опять же, для кого эта картинка? Картинка, безумовно, для внешнего споживателя, прежде всего. Торгинии, которые ведутся, в данном случае людям потребна была на сегодняшний момент бийка для того, чтобы показать, что в стране де-факто нет влады, для того, чтобы показать, что в принципе в стране есть абсолютный вакуум легитимной влады. Вот только для этого это и все делается. Говорить про что-то другое на сегодняшний момент, на жаль, не имеет возможности. Когда будут рассматривать этот законопроект? Я так понимаю, после встречи с Андреем Поробием, лидером фракции, будет убран седьмой пункт этого законопроекта по всем вопросам Минских соглашений. Когда будут рассматривать? Спасибо вам большое, что присоединились с последними событиями в выпуске новостей. Вернемся.